Инвалиды – самая уязвимая категория населения. Они, как никто, нуждаются в заботе, внимании, помощи, да и просто в общине. Ведь многие из них не имеют семьи. И таковой зачастую для людей с ограниченной возможностью являются центры социального обслуживания населения. Один из них вот уже 25 лет обслуживает в Дербенте. На его попечении около 600 человек. О том, как проходят их будни, узнавала Карина Баталова. Тут слушают зарубежную классику, играют в настольные игры и просто беседуют. Картина напоминает обыкновенный семейный вечер. Для этих людей центр является вторым домом. Порой на то вынуждает сама жизнь. Пять лет назад Фериды пришла сюда искать помощи. Восьмой месяц беременности. Мать лежит в больнице. Девушка сильно переживала и не находила себе места. Я сейчас немножко спокойная стала. Прихожу, ухожу. Иногда бывает, иногда, если котинки нет, немножко полежу, немножко прогуляюсь и во двое выйду. В основном посетители дневного стационара – это инвалиды и пенсионеры. Не всегда их сюда приводит потребность в уходе и еде. Чаще всего людям пожилого возраста просто не хватает общения. Я сюда пришла, это социальная защита, чтобы дома одна скучно. Покойно, сын тоже умер, один на работе, а один я остался дома. Сюда пришла, чтобы мне немножко развиваться. Я хочу в городе, чтобы центр был, чтобы общаться. Я сама люблю общаться. А когда я одна бываю, мне что-то стены давят. Вот, слава богу, я сюда пришла немножко, как это, раскрылась, я как-то весело бываю. Я работал машинистом башенного крана. Но я сюда попался через друзей. Здесь, говорят, хорошо, обслуживают, мол, туда-сюда. Я пришел. Уже год три я здесь уже. У вас семья, дети есть? Есть. Шесть детей у меня. Один сын и пять девочек. Девочек я уже все отдал замуж. Семь пока остался у меня еще. Поэтому я сюда иду. Здесь веселее, хорошо, удобно. С семи утра до пяти вечера подопечный получает здесь питание, медицинскую помощь и даже салонные услуги. Эльвира стрижет нуждающихся вот уже второй год. На вопрос, почему предпочла эту непростую работу другим, отвечает, что любит помогать людям. Просто нужно иметь контакт к ним. Они на общении немножко сложные. А так, в принципе, я нахожу с ними общий язык. Они благодарят, кстати. Они несколько раз уходят. Спасибо, спасибо. Ради этого можно работать здесь. Идем дальше. Из небольшого актового зала доносятся звуки гармонии и бойкое пение. Это репетиция хора «Лейся песня» местной знаменитости. «Лейся песня» и «Лейся песня» местной знаменитости. Совсем недавно при центре открылся пункт проката средств реабилитации инвалидов. Коляски, опорные ходунки и костыли – все это на благотворительной основе приносили неравнодушные люди. Средства для передвижения в аренду могут получить нуждающиеся. Для Нины Даниловны эта инвалидная коляска – просто спасение. Вот уже семь лет она не ходит. А то я все лето лежу тут, то там хоть покатаю. Хоть подбор сможете выходить? Ну что делать? На улицу она не выходит. Тут даже соседи не знают, что она у меня живет уже сколько лет. Это наш долг, наши родители. Они нас смотрели, а мы их смотрим. Все нормально. Еще успеваю бы на хор ходить. Бабушка говорит, были бы ноги, я бы тоже ходила. На балансе пункта проката сейчас 30 средств реабилитации. Каждая на счету, ведь нуждающихся немало. Поэтому здесь всегда рады принять в дар коляски и ходунки, которые уже не нужны их прежним хозяевам. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Тербент.